Яркие солнечные картины, которые не только поднимают настроение, но и вызывают аппетит. В Самаре открылась выставка «Волга и пироги» художника Анны Сливковой. В зале регионального отделения Союза художников России представлено более ста работ автора. Здесь можно увидеть большое разнообразие жанров. Есть портреты, пейзажи и натюрморты. Все работы написаны масляной краской. Автор признается, технику не сразу освоила. Помогла работа над картиной «Натюрморт с фруктами». У меня всегда была сильная живопись, мне нравилось писать, но акварелью. Это совершенно другой подход и принцип. И когда я пришла в институт, и мы начали писать маслом, у меня очень долго не получалось. Вот вообще никак не получалось. Как-то все сухо было, скучно. А при этом я знала, как я хочу. Мне нравились художники, у меня была большая насмотренность. У меня отец художник, он мне показывал книжки, альбомы. И не получалось. И папа мне дал мастихин, говорит, а попробуй-ка вот мастихином. И вот это вот одна из тех работ, которые прямо у меня получились. После ее написания у художника будто открылось второе дыхание. Картина получила признание среди коллег, одобрение от родных. А сегодня Анна Сливкова сама помогает поверить в свои силы тем, кто хочет связать свою жизнь с живописью. Проводит творческие мастер-классы в Самарском областном художественном музее. Это уникальный человек, который всегда готовый отправляться на пленэр в любую точку буквально земного шара. Но это еще и талантливый педагог, потому что Анна Викторовна работает в Самарском областном художественном музее в разделе «Музейная педагогика» и всегда на ее занятия стоит очередь. На картинах автор изобразила дорогие своему сердцу места – необъятные волжские просторы, достопримечательности Самары. Но есть у Анны и натюрморты. На них предметы, в которых отображается эпоха. Конечно, у всех были самовары, подстаканники, были какие-то бачата. И вообще очень скудный был ведь домашний интерьер. Почти у всех повторялось все. И здесь эти предметы собраны. Поэтому, я говорю, мне это кажется таким теплым и родным. И так благодарна художнице, что она вернула мне все душевные семейные времена. Выставка продолжит свою работу до 23 июля. Вход свободный. Ксения Баканова, Константин Головин. События.